Привет, друзья! Это Егоров. Вчера на матч Броуков на спорте произошло печальное для всего медийного футбола событие. Были избиты два болельщика Броуков 13 и 15 лет. У одного, я так понимаю, сломан нос, лицо в крови, и эту тему нужно срочно обсудить. Все остальное, судейские решения, деньги, скандалы, конфликты, которые произошли на поле во время матча, мы оставим для канала Броуков. Именно для канала Броуков, потому что особого желания и времени идти на пресс-конференцию Медиалиги сегодня нет. А эту тему, так как поступает очень много комментариев по поводу драки, избиения, нужно прямо здесь и сейчас на берегу представить вашему вниманию. Это лишнее не будет, что потом и ты спал спокойно, и брат спал. Этот парень шел в сопровождении администратора на спорте, и при этом, когда я спросил, что случилось в сторону этого парня, администратор на спорте сказал, он упал. Я буду рассказывать все абсолютно честно, как все видел. А парень в этот момент попытался вырваться и начал кричать, меня избили, меня избили, я не падал, меня избили. Ну, я не знаю, зачем администратор так сказал. Думаю, может, он хотел как-то замять эту историю, чтобы никто о ней вообще не узнал. Хотя, в принципе, этот же администратор во время матча на поле разбил губу Райзену, когда его вот так вот толкнул. По мнению арбитра, ну вот, собственно, те самые стычки, драки, о которых я решила. Не знаю, что произошло с этим администратором, потому что, насколько я помню, во время отборов на спорте он достаточно комплементарно высказывался о Райзене. Насколько я понимаю, он смотрел Райзена всегда. Ну, видимо, в данной ситуации решил чуть-чуть помахать руками. И надо сказать, что здесь Райзен ему никак не ответил, а только кричал, ну, давай, давай, ударь. Только прикладка доходит. Эй, ударь, ударь! Ударь, ударь! Что ты, Господь? Что ты... Неизвестно, что было бы, если бы на месте Райзена оказался какой-то другой человек. Чем бы закончилась вся ситуация, может, была бы потасовка. Но, я повторюсь, администратор на спорте удален не был. Значит, все нормально, без вопросов. Ну, эмоции, наверное, всякое бывает. Мы все понимаем. Ничего страшного. Да, пожалуйста, спасибо! Давай, выходи! Пришел вам спасибо сказать и поклониться! Спасибо! Пожалуйста! Замоли лебану свое! Иди нахуй! Ну, все-таки перейдем к драке и к тому, что произошло. В этот же момент с территории стадиона, в этот же момент с двери стадиона выходит Сослан Гатагов, который говорит, идите все в мой кабинет. Но это было вполне логично, потому что там у Сослана и салфетки, и вода, и он сказал, я хочу разобраться, что произошло. То есть, да, действительно, парень там у Сослана уже вытер лицо, умылся и рассказал историю, что после матча состоялась перепалка между болельщиками, что вот эти пацаны говорили, что там был пенальти, фанат на спорте говорил, что не было пенальти. И в какой-то момент эти пацаны подошли к машине, как рассказывал этот парень, и фанат на спорте просто ударил вот это вот, которому был разбит нос, локтем в лицо. Начал добивать. Ну, мы вышли на улицу искать этого молодого человека, еще не понимали, кто он вообще, может, это не фанат на спорте, хотя, в принципе, так его называли. Сослан с Райзеном и этим парнем пошли куда-то дальше. И там нашли еще одного паренька, вообще юного паренька, который просто стоял, трясся и говорил, что его повалили на асфальт, точнее, он упал, ударился головой бордюр, и его пинали и били еще какое-то количество времени. Ну, в общем-то, вот есть свидетели, есть сам этот парень, можете послушать, как все происходило. Малого пацана 10 раз поговорил, дарить, дарить. А за что, что было-то? Можешь сказать? Они с моим братом базарили, тот ему что-то сказал, ну, моему брату, а я в стороне, ну, я просто стою в стороне, он его отпил, ну, пизданул, тот упал, и на меня побежал. Нога болит? Нет, у меня просто тяжело, идите, не очень, как приятно. Тихонько. Я уверяю, что была и провокация с одной стороны, с другой стороны. Нет, провокация, провокация, бракация, бракация, это дети, это дети, это дети, это дети, дети. Дети, дети, я согласен, я согласен. Давай, не трясись, успокойся. А я не могу не трясь. Давай, давай, расскажи, как тебе лет, как тебя зовут? Меня, Кузьма. Сколько лет? Ларис, очень живой. Мы базарили, я просто стою рядом, он пизданул Гошу, и потом побежал на меня. Я ничего сделать не успел даже, стукнулся в бордюр головой, и он меня раз в 15 лет пиздил. Кто это? Мужик? Да, 27-летний, Польша. Больше я расскажу тебе. Давай, я достоялся. Короче, смотри, все началось с того, что мы стояли здесь, стояли 3 Сипаез на спорте, стояли, ну и ребята тоже стояли. Слушайте, раскидывать начали. Сейчас, фунглать. Вы говорили еще? Да, да. Короче, стояли пацаны, начали что-то вкидывать им, мы начали разбираться просто по поводу того, что там был пенальти, не был. Я подошел к Типу, который на спорте, и ему сказал, давай, пожалуйста, просто по мирному садимся, без негатива. Вообще без проблем. Он говорит, зачем ты лезешь, зачем ты меня толкаешь? То есть начал, ну, в ответ, в ответ. Возле угла толкал этот тип, короче, толкал пацанов. Я ему говорю, мы хорошо разбирайтесь, у него был бейджик, блядь. Мы с ним пообщались, постояли. Этот тип, который был в белом капюшоне, которым 27 увел пацанов туда вот за угу, где все хуйня произошло. Мы стоим разговариваем с этим типом с бейджиком на спорте. И слышим просто, что там пиздец полный. Мы бежим туда, там этот тип лежит в крови, еще один лежит просто вот так вот лаху, блядь. Другой бегает с камнями, блядь, кидается в этот тип. Я блядь. Я этого типа, ну, говорю, ты что, ебану, ты что делаешь? Он говорит, ебать, орет, орет, хуйню какую-то. Нет, прикол в том, что я к нему подошел и сказал ему, все, давай, пожалуйста, без негатива, давай, без конфликтов. Он говорит, а что ты меня толкаешь? А что ты лезешь, нахуй? А что ты, блядь? А есть фотографии? Есть фотографии, вот у парня в синий капюшон. Вот у него есть, организаторы его сфотклили. Организаторы его сфотклили, все сфотклили, и он уехал. Я не знаю, где он, его нет здесь, его нет здесь. Он съебался в зал, был туда, когда все, он начала вся хуйню. Он мне пизданул? Ну, я просто уйти вырубился, я просто не понимал, что... Понимаешь, что ты тоже не прав? А что, он доебался везде? Ну, конечно, он, блядь, подключал, мы там, ну, всякое хуйню. Подожди. Ну, что, блядь, подожди. Здесь интересно две вещи. Первое, что, как говорят очевидцы, человек был с бейджиком на спорте. В принципе, его сфотографировали, и было не так сложно определить, кто он. Вот этот человек в постах у текилы, вот этот человек снимается для влога на спорте. Это один из главных фанатов, и, я думаю, вся команда на спорте его прекрасно, абсолютно знает. Знает этого человека, дает ему бейджики, знает, где он сидит, знает, как он себя ведет, потому что во время матча он тоже порывался в сторону наших фанатов. И вообще, достаточно удивительная для лиги позиция, потому что перед игрой фанатам Броуком было запрещено жечь файры на трибуне. Ну, окей, это вполне логично, мы провели работу, никаких файров зажжено не было, хотя их было достаточно много. Нас предупредили, что если мы так поведем себя, то получим, ну, чуть ли не техническое поражение. При этом на секторе на спорте эти файры зажигались. На секторе на спорте был человек, который пытался выбежать на поле. Задерживали людей, полицейские, опять же, насколько я видел, на трибунах Броуков. Хотя мы не подходили близко к полю и вообще, я считаю, в этом матче вывели себя корректно, не допуская ни каких-то высказываний, которые были бы запрещены, в том числе, законом. Но окей, но окей, этому болельщику на спорте 27 лет, он побил 13-15-летних пацанов. Возможно, они действительно ему что-то сказали, но опять же, одно дело, после такого неочевидного судейства поспорить, был ли пенальти, не был пенальти, даже какими-то обменяться высказываниями. Но когда ты вдруг уводишь куда-то двух пацанов, берешь их и добиваешь, но к чему это может привести впоследствии? И я считаю, что если здесь человек уже позволил себе такое сделать, то его на матчах в медиалиге, во-первых, быть не должно, а во-вторых, естественно, будет рассматриваться возможность о подаче заявлений в полицию именно на этого человека. Потому что если вопросы будут решаться таким образом, то и фанатов на медиалиге скоро будет намного меньше, и там станет присутствовать одна лишь полиция. Сейчас на спорте говорят, что они разберутся. Я уверен, что, в принципе, Сослан здесь в первую очередь разберется, потому что он категорически выступает против рукоприкладства, чтобы помним мы ситуацию с Толей и Егором Вратарем на спорте. Сослан сам убеждал, что это прямо последнее дело. Тем более здесь были избиты дети. Поэтому ждем, что там скажут нам на спорте. Но ситуация для медийного футбола печальна. Ну и да, повторюсь, сегодня перед матчем с Мкалом 6-7 мы будем продавать мерки. Попытаемся порадовать вас составом и хорошей игрой. Ну а все остальное на канале Брок. Это был Егоров. Пока.